Доброго времени суток! В этом видео я буду говорить о законе Киргофа. Киргоф Густав Роберт – немецкий физик. Его работы были посвящены электричеству, механике, гидродинамике, математической физике. И что нас сейчас интересует – область оптики. Он построил общую теорию движения тока в проводниках, развил строгую теорию дифракции и установил один из основных законов теплового излучения, согласно которому отношение лучшей спускательной способности тела к поглощателю не зависит от природы излучающего тела. Это и есть закон Киргофа. Ведем некоторые характеристики теплового излучения. Поток энергии любых частот, испускаемой единицей поверхности излучающего тела в единицу времени во всех направлениях, в пределах телесного угла 4π, называется энергетической светимостью тела. И обозначается вот так. Излучение состоит из волна различной частоты ν. Обозначим поток энергии, испускаемой единицей поверхности тела в интервале частот от ν до ν плюс dν через drv ν. Тогда при данной температуре drν t равно r малое νt по dν, где r малое νt – это спектральная плотность энергетической светимости, ну или же лучшая спускательная способность тела. Опыт показывает, что лучшая спускательная способность тела зависит от температуры тела. Для каждой температуры максимум излучения лежит в своей области частот. Размерность – джоуль на метр в квадрате. Зная лучшая спускательную способность, можно вычислить энергетическую светимость, собственно говоря, проинтегрировав вот это выражение. r равно интеграл от 0 до ω dRν t равно интеграл от 0 до ω r малое νt по dν. Пусть на элементарную площадку поверхности тела падает поток лучистой энергии dφ ν, обусловленный электромагнитными волнами, частоты которых заключены в интервале dν. Часть этого потока, dφ ν, будет поглощаться телом. Безразмерная величина называется поглощательной способностью тела. α νt равно dφ ν по dφ ν, деленное на dφ ν. Она также сильно зависит от температуры. По определению, вот эта величина не может быть больше единицы. Но для тела, полностью поглощающего излучение всех частот, оно равно единице. Такое тело называется абсолютно черным. Это, конечно, своего рода идеализация. Тело, для которого вот это выражение равно константе и меньше единицы для всех частот, называется серым телом. Это тоже идеализация. Между испускательной и поглощательной способностью тела существует определенная связь. Давайте мысленно проведем следующий эксперимент. Пусть внутри замкнутой оболочки находятся три тела. Один, два, три. Тела находятся в вакууме. Следовательно, обмен энергии может происходить только за счет излучения. Опыт показывает, что такая система через некоторое время придет в состоянии теплового равновесия. То есть все тела и оболочка будут иметь одну и ту же температуру. В таком состоянии тело, обладающее большей спускательной способностью, теряет в единице времени и больше энергии. Но t равно константе. Следовательно, это тело должно обладать и большей поглощательной способностью. То есть r малое ню т деленное на альфа ню т 1 равно r малое ню т деленное на альфа ню т 2 и так далее равно константе. Отношение лучей спускательной к выглощательной способности не зависит от природы тела. Оно является для всех тел одной и той же универсальной функцией частоты и температуры. r малое ню т на альфа ню т равно некой функции ню т, где это универсальная функция Киргофа. Эта функция имеет универсальный и абсолютный характер. Сами величины r малое ню т и альфа ню т, взятые отдельно, могут изменяться чрезвычайно сильно при переходе от одного тела к другому. Но их соотношение постоянно для всех тел при данной частоте и температуре, соответственно. Для абсолютно черного тела, у которого альфа ню т равно дождественной единице, следовательно для него r малое ню т равно функции ню т. То есть универсальная функция Киргофа есть не что иное, как лучеиспускательная способность абсолютно черного тела. Абсолютно черных тел в природе не существует. Сажи или платиновые черни имеют поглощательную способность альфа ню т приблизительно равно единице, но только в ограниченном интервале частот. Однако полость с малым отверстием очень близка по своим свойствам к абсолютно черному телу. Таким образом, луч, попавший внутрь после многократных отражений, обязательно поглощается, причем луч любой частоты. По какой-то траектории они отражаются внутри. Лучеиспускательная способность такого устройства, полости, очень близка к функции ню от Т. Таким образом, если стенки полости поддерживаются при температуре Т, то из отверстия выходит излучение весьма близкое к спектральному составу, к излучению абсолютно черного тела при той же температуре. Разлагая это излучение в спектр, можно найти экспериментальный вид функции ню Т при разных температурах. Т3 больше, чем Т2, Т2 больше, чем Т1. r малое ню Т равно функции ню Т. Изброжу сами функции ню М1, ню М2, ню М3. Так, здесь Т1, Т2 и Т3. Вот здесь от ню. Площадь, охватываемая кривой, дает энергетическую светимость абсолютно черного тела при соответствующей температуре. Эти кривые одинаковы для всех тел. Кривые, похожие на функцию распределения молекул по скоростям, но там площади, охватываемые кривыми, постоянны, а здесь с увеличением температуры площадь существенно увеличивается. Это говорит о том, что энергетическая совместимость сильно зависит от температуры. И максимум излучения, излучательные способности с увеличением температуры смещается в сторону больших частот.